всем привет ребята 9 мая всех конечно же с этим огромным очень значительным для всех нас праздником об этом к сожалению надо нашему поколению молодому уже не то что рассказывать а объяснять что к чему вот моя дочка потихонечку знает находит немецкую школу и радует что они вот об этом тоже говорят видеоролики я к сожалению выкладываю с промежутком где-то в неделю тем более сейчас маленький ребенок совсем дома и естественно дел прибавилось быстро ролики выкладывать хотелось бы но не успеваю просто приходишь с работы чуть-чуть по хозяйству что-то и уже падаешь вот так вот в кровать в германии 9 мая тоже об этом говорят ну конечно же не такой праздник как вот в россии в ссср в бывших странах ссср но все равно об этом говорят в новостях люди поговаривают тоже и это тоже дата освобождения германии от сами знаете от чего да еще по поводу 9 мая кстати очень проскользнула в новостях новость такая неприятная что хотят как бы провести черту да в германии это какая-то партия или кто-то об этом поговорить чтобы провести черту и как бы за ну многим это не нравится потому что они считают насколько нам нужно отдуваться за поступки наших предков и так далее но я тоже считаю что никакой черты проводить нельзя и не то что отвечать за поступки каждый должен там каждое государство или потомки но это просто ошибки это опыт опыт о котором нужно говорить который нужно вспоминать чтобы для того чтобы это не случилось опять во первых а во вторых для того чтобы ценить то что есть я считаю это главное главные факторы почему нельзя никаких черт проводить до финальных финишных не знаю уж как это назвать но естественно нынешнее правительство главное которое правит германии естественно никаких черт итогов подводить не собирается и это останется такой вот даты памятство и до дата памятство или как это называется не знаю что то в этом роде но что очень важно значит важная новость то что все сейчас начинает открываться все стремятся сейчас выйти на свободу после нашего заточения 7 8 недельного жизнь набирает обороты опять конечно для экономики это все удары все 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 но сейчас закрутится это колесо все им я очень надеюсь что все будет хорошо и все это быстро позаботиться относительно но ребята вторая волна вторая волна и уже показывает опыт похожих пандемий вторая волна вероятно будет сегодня слушал большую передачу по радио по немецкому из института у них среди университета нет институт роберта коха такой есть институт очень как бы значимый в германии который сейчас все время как бы вот эту статистику показывал и служил советчиком как бы у немецкого правительства сейчас у парламента который постоянно держал выступления сейчас рассказывал о развивающихся событиях вторая волна вероятно будет и вопрос только в том когда она будет да так что не знаю как вы туалетной бумагой я буду запасаться потому что я не делал этого первый раз и у меня она действительно вы все знаете по моим роликам заканчивалась я охотился да и сейчас мы выходим на другую тему мы когда-то заказывали продукты питания через интернет в германии это магазин рэве пару лет назад у нас там не было машины одно время и мы как-то заказывали это очень удобно было сейчас во время вот этой большой волны инфекции там заказать было практически невозможно потому что не было свободных окон доставки и в германии не так много таких служб доставки доставки продуктов ну там можете конечно заказать еду но вот таких то что именно продукты свежие и так далее на дом их таких служб не очень много и вот этот рэвы служба рэвы была действительно на расхват ну сейчас мы начали опять там заказывать вам сюда мой привозят в пакетах и так далее если я не ошибаюсь моя дочка сказала что мы уже делали на эту тему ролик я обязательно поищу у себя и где-то вот тут вот выставлю ссылку если забуду вот сейчас в данный момент выставить эту ссылку тут то надеюсь не забуду поставлю ее под этим роликом на видео которое мы уже делали на эту тему по доставке продуктов всем очень советую посмотреть потому что это действительно все уже мои подходят я или продолжу или уже так оставим этот ролик это действительно очень удобно если вы заказываете там или покупаете продуктов скажем на больше чем 50 евро в неделю в германии то это минимальная сумма заказа 50 евро то вы можете пользоваться этой службой доставка совершенно недорогая ну как относительно смотря в какое время смотря в какой день там если я не ошибаюсь от двух евро до пяти там доходит что-то стоит вам доставка но вы подумайте вы экономите кучу времени вам не надо толкаться с людьми ладно про доставку мы продолжим уже в другом месте потому что пришли мои все будем сейчас говорить тише потому что я я сейчас посмотрел не могу найти этот ролик где рассказывал про доставку продуктов не знаю может быть мы рассказывали как-то эпизодически без понятия значит надо будет сделать отдельный ролик не буду обещать когда но постараюсь сделать да если вам нужно срочно вы живете в германии то например скачиваете себе приложение называется рэвэ и смотрите лево в самую первую очередь вы смотрите или он ваш район ваш город доставку эту осуществляет потому что это в основном работает только на больших городах вот так вот потом второе что очень важно хотел рассказать это так называемый контакт фирбот в германии он продлен до 5 июня то есть вот эти полтора дистанция соблюдение дистанции маски и так далее это все нужно соблюдать минимум до 5 июня а потом неизвестно что будет дальше даша моя дочка ходит в третий класс у них школа начинается 2 июня до 2 июня 2 июня начинается школа и неизвестно еще как это все будет вообще происходить потому что детям тоже в школе нужно соблюдать дистанцию а как это это соблюдать дистанцию маленьким детям тем более детские сады хотят тоже открыть частично да как они будут соблюдать дистанцию но по большому счету мне кажется что уже начинают забивать на весь этот вирус на все это дело потому что уже открыли школы для старшеклассников для классов каждой школы которые но это только те которые вот работают родители где там в пожарных в пожарной охране в полиции медсестры их пока еще очень мало поэтому там еще можно соблюдать как-то дистанцию а когда чуть-чуть прибавится как это будет все как это будет происходить учитель будет выходить на смену и что будет стоять с плеткой или с электрошокером и детей шугать там или что я в это никогда в жизни не поверю что дети будут соблюдать эту дистанцию все эти правила короче все это чушь что я хотел сказать что около франкфурта город есть оффенбах и там были случаи в школе заболевания коронавирусом отдельных учеников и что делали школа продолжают работать их не собираются уже закрывать как это было несколько недель назад один там заболевший закрывали сразу же чуть ли не полгорода и посылаю сейчас этих учеников на две недели домой и все прекрасно вот так вот потом что еще не понятно скоро удаши день рождения скоро у меня день рождения короче с родственниками встречаться можно только с одним как бы с одной семьей да но даже на свежем воздухе я читал нужно чтобы значит если сидят соблюдать там 5 квадратных метров чтобы было свободно вокруг тебя а если не сидят в движении то там 10 например до квадратных метров не дай бог сосед или кто-то проходящий мимо увидит что вы там не соблюдаете вот эту всю ерунду вызовет полицию вас могут оштрафовать да и вся вот это ерунда будет действовать с начала июня до планировать ничего невозможно рестораны как бы открывают но там тоже вот это я не понимаю значит есть а без обеззаловка ходить всем масках в общественных местах естественно в ресторан тоже если вы будете заходить вам нужно там соблюдать дистанцию два метра друг от друга и мы наносить маску как вы будете маски есть пихать вот такую что ли через маску вот так вилками дали пиццу есть да как вы будете это засовывать куски на это набивать или что это я конечно утрирую как это все должно работать короче не состыковывается singular но плюс сейчас и в германии значит правительство всю ответственность как бы передала на отдельные земли в германии значит отдельные земли федеральная система вот эта, и сейчас каждая земля по своим правилам. А округи, в землях еще есть округи, сейчас будут вводить в карантин, каждый округ ответственный, например, если 50 случаев есть, заболевания коронавирусом свежих, то округ обязан ввести карантин. Представляешь, Аня? Каждый округ сейчас должен контролировать случаи, и просыпается наше счастье. И если больше 50 случаев происходит заболевание, то этот округ обязан закрывать все эти заведения, все и так далее на карантин. То есть сейчас все пошли везде послабления, но пару округов в Германии, где есть сейчас вот эти маленькие вспышки, они обязаны сейчас соблюдать карантин. Вот так вот. Значит, с поездками, ну у нас сейчас новорожденный этим летом, мы все равно никуда не собираемся, я бы куда-нибудь поехал с удовольствием, но Даша одна со мной не хочет. А с новорожденным мы, естественно, никуда не поедем. На машине это тяжело, а летать куда-то это большой риск, застрять еще тем более с грудным ребенком. А еще я вас хотел попросить, я вас теперь каждый ролик прошу, зайти на канал Сергея, Сергей и ты. Молодая семья из Германии. Случилось у него горе. Ну как, относительное, конечно. Был у него Мерседес, и нет Мерседеса. Сгорел он. Прям посредине немецкого автобана сгорел Мерседес. Если кому-то интересно, что к чему, ссылка на ролик и на канал Сергея в описании этого ролика. Зайдите, поддержите. Не смугете, не надо. Тоже спасибо. Ну, вот такие вот у нас события на данный момент. Жизнь налаживается. Будем надеяться, что это не временное все. И лично мне не хватает очень бассейнов. Я надеюсь, что бассейны довольно-таки быстро откроются. И сейчас все мы будем купаться хотя бы открытые, потому что не хватает вот именно поплавать. Вот так вот. Все, ребята. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. И побольше улыбайтесь. И кушайте овощи. И фрукты. Фрукты. Яблочко. Ммм, прелесть. Жена у меня прелесть. Яблочко прелесть. Все прелесть. Ну, и, конечно же, мои телезрители. Вы тоже просто огромная прелесть. До новых встреч. С вами был Стас. И возвращайтесь снова. Конечно же, не забудьте поставить лайк и подписаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.